Всем привет! Сегодня у нас будет очередная история от девочки-подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, а потом немножко откомментирую, что она, собственно, и просила какого-то совета. Я думаю, так как девочка только на этом пути, она думает переезжать, не обережать вот этот вопрос. Девочке 20 лет. Я сидела одно время на сайте знакомства. И вот в октябре у меня был день рождения, мне написал мужчина, захотел познакомиться, рассказал, что он недавно переехал из Турции работать. Он ювелир в Россию. Я сказала, что у меня сегодня день рождения, что буду отмечать в караоке. Он сказал, что хочет подарить подарок. В итоге приехал ко мне и подарил серебряный браслет. Мне было безумно приятно. После этого мы постоянно гуляли, ходили с ним в кафе, бары, и я показывала ему город. Ему 30 лет, он живет в Стамбуле, и он начал показывать меня всем своим друзьям и сестрам. Сестры показали мои фотографии маме, и всем я понравилась. Я часто ночевала у него, и потом у него, его друзей, с кем он приехал, начались проблемы с работой. В итоге мы были вместе полтора месяца, а потом ему пришлось купить билеты в Турцию и уехать. Он уехал 26 ноября. Мы до сих пор общаемся. Он сейчас там налаживает вопросы с деньгами, много работает. Он всегда на связи, я могу ему позвонить в любой момент, посмотреть, что он делает. Я знаю его адрес в Турции, все проверяла. Он не врет. Живет в двухэтажной квартире, и две квартиры вместе их связывает лестница с родителями. Он на одном этаже, родители на другом. В районе Зейтинбурном. Меня напрягло, что он живет рядом с родителями, но посмотрев твои видео, я поняла, что это нормально. Я ему даже говорила, если я буду ходить голая по дому, вдруг зайдут родители. А он сказал, что такого никогда не бывает. Они всегда ему звонят, спрашивают, можно ли прийти в гости, и дома ли он. Как я поняла, его границы выстроены отлично с ними. Естественно, он хочет, чтобы я переехала к нему, говорит, что любит, скучает, хочет от меня детей. Я тоже его люблю и скучаю. У меня нет розовых очков. Я не тупая и не наивная. Я понимаю, что могут быть разные варианты событий. Может быть, все плохо, если я перееду к нему. А может, буду счастлива, и будет все замечательно. Конечно, будет тяжело. Это же новая страна, город, культура, венталитет, язык. Я очень хочу переехать к нему. До недавнего времени ничего не знала о самом городе. А тут посмотрела видео в интернете, загорелось еще больше. Я не боюсь к нему ехать, так как быстро везде адаптируюсь. Только если проблема, и я не знаю, как грамотно мне поступить с моими родителями. Я говорю маме, что переезжаю в Стамбул. Она воспринимает это как шутку и говорит, нафиг он тебе нужен. Отчим вообще говорит, чтобы этого чурка, простите, он македонец, ближе, чем к нам на километр не подходил. А отчим очень влияет на маму. Вот не знаю, как мне взять и уехать, так как живу с родителями. Они могут меня просто взять и послать, поругаться, либо дома закрыть, лишь бы я туда не ехала. Подскажи, пожалуйста, что мне делать с родителями? Я не хочу с ними ругаться. Заранее спасибо за ответ. Когда приеду в Стамбул, было бы классно, если бы мы увиделись и поболтали. Интересный такой вопрос. Если кто-то будет писать там в комментариях, ей всего 20 лет. Девочки, у меня были письма, я вам, не один раз, кстати, были у меня письма от подписчиц, которым по 16-17 лет они знакомятся в интернете с турками и куда-то там перезжают, их еще отпускают родители при этом. Поэтому 20 лет, на мой взгляд, 18 лет, если у тебя в голове нормально все, понимаете, можно быть в 30-40 лет инфантильным, как в 16, да, и не давать отчет своим поступкам, не нести ответственность за свою жизнь. А если в 20 лет, посмотрим на наших родителей, в конце концов, да, раньше моложе, люди вступали в брак, в 20 лет уже, господи, у меня бабушка, в 18 лет уже у нее, она родила вот 18 лет, все как исполнилось, должна выйти замуж, то есть это было вообще нормально родить детей, до 25 она уже там трех детей родить успела. Поэтому возраст, это такая штука индивидуальная. Вроде бы кажется, я сначала, когда читала письмо, 20 лет как-то, ну, рановато. А с другой стороны, я подумала, если девочка закончила учебу, институт, она, например, сама начала работать или вот начинает, сейчас где-то у нее такой период, то в принципе она самостоятельный человек, да, но дело в том, что она живет сейчас с родителями, она не самостоятельная до конца. Если берем вот ее конкретный вопрос, как поступить с родителями, не хочу с ними ругаться. Тут дело такое, нельзя быть на ложку-два горошка, к сожалению, не получится. Нельзя быть удобной для родителей и переехать, чтобы они отпустили. Они же не зря, как, скажем так, в каком-то конфликте находятся с тобой против. Хотя, мама, как бы, нафиг тебе оно надо, это просто отчима какие-то проблемы. И, в принципе, отчима проблемы на какой-то национальной почве, расистом какой-то, потому что это слово чурка, не подпускать его за километр и все прочее. Ну, если что, ты могла бы найти такого нехорошего слова чурку и у себя в городе, они везде, простите, иностранцы есть, разной отдаленности. Просто дело в национальности, мне кажется, да. И я не знаю просто, какие у вас семейные там отношения. Отчим тебе, как папа твой, либо просто отчим, либо просто он там живет с мамой. То есть какое право голоса он имеет на тебя влияние, почему ты должна его слушаться. То есть какие у вас отношения. Как я вижу, мама-то особо не против, просто говорит, зачем оно тебе надо. Если более нейтрально, я бы советовалась, конечно, общаться с мамой. Во-первых, надо познакомить лично до переезда, если что. Чтобы он приехал твой в город, чтобы пообщался, чтобы показал. Надо как-то родителей знакомить, вводить в эту ситуацию, чтобы они понимали, что это нормальный, надежный человек. А так как ты просто с пустого места, я переезжаю, неизвестно к кому. Я бы тоже свою дочь сказала, это вообще нормальная. Как к кому? Давай знакомь, общайся. Раз, все серьезно. Давайте и поступать будем, подходить к отношениям серьезно. Просто выглядит это так, как я поеду попробовать пожить. Не знаю, получится, нет. Скорее всего, вот такой смысл, да, девочка вкладывает. Это легкомысленно. Родители на такое отреагируют негативно. Если ты им дашь возможность понять то, что это серьезно, что у мужчины серьезные намерения, что он старше тебя на 10 лет, что пусть приедет, познакомится, достойно себя покажет, тогда и родители захотят отпустить. С его стороны вообще ничего для этого сделано не было. Ты должна с ним это обговаривать. До твоего переезда и должен быть его визит, знакомство и все-все в таком роде. То есть налаживать мосты, чтобы ты как-то их должна знакомить. А не просто так уехала, неизвестно куда, в другую страну, к другому человеку, неизвестному вообще родителям. Какой родитель вообще скажет на это нормально? Только тот, которому вообще наплевать на своего ребенка, что с ним будет. Поэтому их реакция неудивительна вообще, потому что они твоего молодого человека вообще не знают. Что касательно самой ситуации, твоих отношений с ним, я бы сказала, что окей, тебе 20 лет, да, ты можешь поехать попробовать, как ты и говоришь, ты хорошо адаптируешься, у тебя возраст позволяет, время позволяет, у тебя этот возможность есть, шанс такой попробовать себя в другой стороне. Если даже с ним вы расстанетесь, ты можешь остаться в другой стороне, найти, например, работу, ну что-то такое. Это время приключений, если так можно выразиться. Это тот момент, когда ты от 20 до 30 лет, если ты самостоятельный взрослый человек с царем в голове, ты не ребенок, за себя отвечаешь, можешь работать, то, да, ты можешь попробовать и не только в Турцию, а еще в другую страну поехать и себя испытать. Я считаю, что, да, это имеет место быть, и ты всегда можешь вернуться домой, то есть тебя ничего не поджимает, ни сроки никакие, ни ситуации, ты свободный человек. Но насчет самих вот этих отношений ты его очень мало знал. Полтора месяца – это очень мало. Да, несмотря на то, что он там зовет, приглашает, ну... Говорить очень многое можно, да, но у вас будет и придирка, и бытовуха, и все прочее. И неважно, в Турции это было бы или у вас, у тебя на родине, где он у тебя был. Характеры неизвестно, вы мало очень друг друга знаете. Ты имея в виду, что, может быть, вы характерами не сойдетесь, у вас не заложится. Ты узнаешь его с другой стороны, узнаешь его другие какие-то черты характера, поведения, чего он не показывал. Смотря мои видео, ты понимаешь, что здесь немножко другая культура и другой подход, там, к одежде, ко всему прочему даже. Я не сказала, что сильно в Стамбуле что-то уж отличается, но все равно люди либо религиозно у него семья, либо нет. Вот на это надо смотреть. Будь к этому готова, что, может быть, все не так шито, гладко, красиво, как он описывает и как обещает. Обещать можно много, но по факту ты можешь столкнуться совершенно с другим, и тебе это не понравится. И такой ситуации я еще хочу пожелать тебе, что тебе всего лишь 20 лет. Очень девочки неправильно, многие поступают, когда мужчины их старше, они вот в таком возрасте либо замуж выходят, либо встречаются в серьезных отношениях, начинают. Девочки, может, слушают своих мам, либо так и думают, у меня мало там жизненного опыта, начинают подстраиваться под мужчин. Ой, он ревнует, ей, конечно, это очень приятно, внимание такого плана, да, и начинают как только можно стелиться под мужчин, делать так, как они скажут, слушаться и все прочее. Так как здесь такая ситуация, возможно, в силу менталитета его поведения в другой стране, ты не знаешь, как здесь себя люди ведут. Если ты переедешь, он тоже начнет тебя как-то давить, под себя подстраивать. Я считаю, что у тебя, если тебе что-то не нравится, всегда должна развернуться и вернуться домой. Не надо ломать свой характер, себя там, саму такая какая ты есть, под вот этого мужчину. Он не единственный вообще на всем белом свете и далеко вообще. И ты можешь найти гораздо лучше. То есть если тебе будет с этим человеком морально некомфортно, ты переедешь, он тебя начнет ломать как-то под себя подстраивать или под систему, под своих родителей и все прочее, я считаю, что ты не должна... Если тебе в кайф, как бы ты нормально воспринимешься, это одно дело. А если тебя это просто, ну, вообще отторгает, как у меня была история на канале девочки, которая два года прожила в Адане и собиралась, и убегала из Турции, потому что тупо не ее, не менталитет, все в сопротивлении, она не могла подстроиться. Ей просто все это не пошло. И плюс мужчина себя некрасиво вел, очень ее обманывал во всем. То есть если у тебя такое сопротивление пойдет, не сиди, ничего не жди, не надо подстраиваться, разворачивайся и идти домой. Вот я такой совет дам на будущее. И, конечно, завершим о вот этом парне. 30 лет живет рядом с родителями. Да, когда живут... Очень многие так живут. И в Стамбулу, и в маленьких городах. Очень часто живут вообще в одном доме, в плане вообще как бы владельца одного дома. Там два входа в дом может быть, частный дом. Но в квартирах так же бывает, да. Например, в одном подъезде, там, например, пятиэтажный дом на первом этаже, там родители на втором. Вот у нас родственники так живут. В Стамбуле такие дома более-менее старые, они новые, как Сите сейчас. Дом просто был построен, выкупили, как сказать, земля... А, земля была владелец, дедушка был наш. И на одном этаже наверху... И построили, короче, дом, например, шести-семиэтажный на этом месте. Он остался владельцем земли. Застройщики, там, квартиры, вы знаете, вот это все меняют, предлагают количество квартиры, вы поняли, да, за землю. И так вот, и в этом доме просто стоит семиэтажный, шестиэтажный, не помню же дом. И в нем на первом этаже, там, какая-то аренда, но она к нему не относится. Дед отдал документы застройщику земли, вот эту собственность. Но у него в собственности осталось три или четыре, не помню, квартиры. На одной квартире он живет. Он, на второй его сын с женой, с дочками. И в третьей квартире одна внучка его. И, да, три квартиры. И что-то еще там, какой-то типа кладовка, что-то они там сдают куда-то в аренду. То есть такое есть, когда живут в одном подъезде сразу и бабушки, и дедушки, и папы. Каждый в своей квартире, на своем этаже. Ну, ты можешь там в тапочках этажом ниже спуститься, пойти к маме в гости, к дедушке или еще как-то. Это очень удобно. Когда отношения в семье хорошие, это очень, ну, я приветствую. В принципе, это неплохо. Когда вот у них воспитаны семейные границы, когда приходят по звонку, по приглашению домой. Ну, как правило, я вообще в таких вот, когда живут в одном подъезде, по приглашению там не ходят. Там, вон, ногой дверь пнула. Она открылась, ты зашел. То есть, как бы тут границы такие, как бы не очень. Но когда будет, если они действительно культурно хорошая семья, уважающая, будут уважать свою невестку, то да, они могут приходить, хотя в первое время там как-то предупреждать, не лезть. Такое может быть, если... Я просто желаю, да, чтобы он, мужчина был этот, из такой семьи, из культурной, когда будут уважать границы. И если ты переедешь, ну, хотя бы выстраивай эти границы. Вот, судя по моим видео, тоже можешь понять, все тоже от тебя будет зависеть, как ты с ними будешь общаться. Но такая близость с родителями тоже, с одной стороны, хорошо. Вот я в видео рассказывала помощь с турецкой свекровью в радость или нет. С одной стороны, да, адаптация это очень поможет, если они очень хорошо с тобой законнектятся. С другой стороны, это может быть и не очень хорошо, могут очень сильно лезть в семью. Со слов твоих, в принципе, у него нормальная, адекватная семья, то, что они живут рядом. Я думаю, что это квартира его родителей, скорее всего. Может быть, это какая-то зависимость финансовая от родителей, чтобы не снимать квартиру и все прочее. Все будет зависеть от ситуации, как они воспитаны, культурной люди нет, что они себе позволяют в общении, держат себя на дистанции, либо нет. То есть, я ничего сейчас об этом сказать, к сожалению, вообще не могу, ничего не понятно. Но тебе могу сказать, что с родителями знакомь, вводи, знакомь с культурой, с человеком, с его семьей, до переезда, чтобы они были более мягко и лояльно. В конце концов, ты принимаешь решение тебе, решай, с кем ты живешь, куда ты переезжаешь, ты уже взрослый, самостоятельный человек. Но и не забывай о том, что ты живешь у своих родителей. Тебе все-таки стоит отделиться и 20 лет быть самостоятельно, начинать свою жизнь, самостоятельно снимать квартиру или с кем-то жить. То есть, не обязательно сразу в сторону другую переезжать, а вообще как-то начинать уже сепарироваться от родителей в 20 лет. Уже время, мне кажется, пришло. Ну, если ты работаешь самостоятельный человек. Вот. Жду ваших комментариев для этой девочки, что вы думаете, как решать ситуацию с родителями, что вы думаете о вот этом мужчине. Мне кажется, ничего там страшного, такого плохого о нем еще было не написано, но я точно знаю, что ты его очень мало знаешь, с ним мало знакома, очень поверхностно. Поэтому присматривайся, держи немножко на расстоянии, всегда оставляй открытую дверь для того, чтобы вернуться домой, если что-то тебе не понравится. Надеюсь, мой комментарий, ответ был тебе полезен. Спасибо за ваше внимание и за ваши комментарии. Всем пока.